Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-бабах! Мы поговорим о фактах из разработки первых двух частей, о интересных подробностях создания игр, затронем озвучку и, конечно, различные сюжетные интересности этих игр. Я постарался рассказать о том, о чем вы могли не знать, поэтому посмотрите видео до конца, я уверен, что каждый сможет узнать что-то новенькое. В общем, не буду затягивать, наводите чаек, кофеек, присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Начинаем! Ну и начнем с самого начала, а начало, как нам известно, находится аж в 1998 году. Тогда чешская студия Illusion Softworks была еще совсем молодой командой и над разработкой Mafia The City of Lost Heaven работало всего 9 человек. В 1997 их было вообще 5. А во главе разработки стоял Дэниэль Вавра. Ну и коль уж мы затронули отца этой замечательной серии, то вот несколько фактов о нем. Дэниэль Вавра изначально был просто 2D-художником. Его первым проектом стала игра Hidden Dangerous, в которой он занимался созданием текстур. Но в Mafia The City of Lost Heaven он взял на себя роли ведущего дизайнера, сценариста и сруководителя. Просто потому, что лучше других видел концепцию игры в целом. Классные были времена, работаешь 2D-дизайнером, а потом бац, ты уже сруководитель. Красота. А еще позже он стал ведущим лицом дочерней компании Illusion Softworks. Также он является ярым критиком цензуры в играх, в чем я его полностью поддерживаю. Но вернемся к игре. Так вот, по первоначальному замыслу концепция игры была совершенно иной. Игра была аналогом драйвера. И ни о каких перестрелках, передвижении пешочка мы речи не шло. Игра называлась Gunster и разрабатывалась она на том же движке от Hidden Dangerous. А это вообще тактический шутер, если что. Я уже рассказывал об этом в одном из своих роликов, где мы разобрали первую часть и ответили на вопрос, действительно ли Mafia The City of Lost Heaven шедевр, или же все-таки нет. Сплывашка сейчас появилась на экране, обязательно посмотрите. Но затем к разработке присоединились еще несколько человек, и было решено кардинально переделать игру и, соответственно, перенести ее на новый движок. Вот так вот. Но не только первая часть прошла через множество производственных трудностей и изменений. Та же участь постигла и вторую Мафию. Вопреки часто встречающемуся мнению, Mafia 2 действительно разрабатывалась практически 7 лет. Но не из-за того, что проект был сложным, а потому что в процессе разработки авторы часто меняли свои планы. Мало кто знает, но изначально разработчики, почивая на лаврах, решили выпустить дополнение к первой части. Но очень скоро они поняли, что в принципе не против разработать сразу Mafia 2. Для разработки был выбран движок RenderWare. Это тот, на котором сделали Manhunt, GTA Vice City, GTA San Andreas и еще множество других игр. Но позже в компании было принято решение выпустить Mafia 2 и на консолях. Поэтому движок поменяли и на сей раз это был Unreal Engine 3. Все переделали, но и с этим движком возникли проблемы. И только тогда было принято решение использовать собственный движок. И, соответственно, для этого игру вновь начали полностью перерабатывать. И только к 2008 году у компании появилась более-менее играбельная версия. И примерно в это же время Illusion Softworks выкупает 2K Games. Ну, в смысле 2K Games выкупает Illusion Softworks. Кто не понял? И студия получила название 2K Czech. Да-да, Чех. А то многие ругались, что я неправильно произношу название. Исправляюсь. Но затем из компании начинают уходить разработчики, среди которых Петр Вачевская и Дэниэль Вавра. Именно уход Вавра считают причиной всех бед, которые случились с Mafia 2. И доля, правда, в этом есть. Очень сильно заметна разница между первой половиной игры, когда Вавра еще был на месте, и второй, когда Вавра покинул стан команды. Кстати, именно ему принадлежит идея с охватом сразу нескольких временных промежутков, передающих разные эпохи, со своей музыкой, транспортом и, соответственно, временем года. Вот такая вот история. Ну и чтобы окончательно закрыть эту тему, вот еще несколько фактов о разработке. Вспомните, как выглядят пешеходы из первой мафии. Вспомнили? Ну и сколько разновидностей моделей вы насчитали? 10, 15? Ну, может быть, кто-то 20 насчитал. А если я скажу, что их где-то 50? О, многовато. Но на самом деле их вот столько. Да, нужно отметить, что многие из них встречаются довольно редко. К примеру, гонщик, который есть только в одном задании, или вот этот Вася из какой-то одной миссии. Но все равно я и подумать не мог, что образов в игре так много. Кстати, вы же знаете, как работают над анимацией персонажей. Ну, там несколько компьютеров, сети высокоразвитой технологии. Но первая мафия была создана еще в 2002 году, когда всем этим и не пахло. Та-дам! Вот так вот создавали анимацию героев для мафии The City of Lost Haven. Да, Illusion Softworks разработали собственную систему создания анимации. Делали они это с помощью двух джойстиков. Удобство было в том, что у них три оси движения. Анимация для пешеходов создавалась автоматически, но анимацию для главных героев делали вручную. Роман Хладик, который отвечал за графику персонажей в первой мафии, прослушивал запись речи и с помощью двух таких геймпадов вручную, в режиме реального времени, подгонял анимацию, чтобы открытие рта происходило синхронно с речью. Да это же верх профессионализма. О Мафии 2 тоже есть небольшой интересный факт. Дэниэль Вавра настолько погружался в работу, что для написания сценария он изучал всю тематическую литературу, смотрел фильмы и сериалы про мафию, и итоговый вариант сценария занимал 600 страниц. А в написании этого сценария ему помогали выпускники различных киноакадемий. С локализацией тут вообще веселуха. Что в Мафии 1, что в Мафии 2. На зарубежных форумах люди диву даются, мол, представляете, некоторые актеры озвучивали по две роли сразу. Это, в частности, говорится про вторую часть. Но эти дети даже не представляют, что такое русский дубляж. Алексей Колган озвучил Фрэнка, Детектива Нормана, Луиджи, Ральфа, Винченца, Морелла, несколько эпизодических персонажей и инструктора из обучения. Да это половина игры. И еще один забавный факт, связанный с актерами дубляжа. Но он содержит небольшой спойлер для тех, кто не играл в первую часть, поэтому если такие присутствуют, то таймкод, на который вам нужно перемотать, сейчас на экране. Никита Семенов-Прозоровский Озвучил в «Мафия 2» Джо Барбара, но это была не единственная его роль. Вторая состояла всего из одной фразы. Да, именно он озвучил Томаса Анджела из первой игры. Кстати, Лео Галланты озвучил Алексей Викторович Михайлов. И мне одному кажется, что это один и тот же человек. Да Лео Галланты будто срисовали с этого актера. Но помимо дубляжа, в локализации обеих частей все далеко не гладко. К примеру, обрез с дробовиком, который называется Лупара. Но если хочешь, есть еще обрез. На Сицилии их называют Лупара. В ранних версиях перевели как Лупала. Но в версии 1.3 это исправили. В миссии «Святой отец» с 1С вообще решили, что реплика «Это ублюдок, который убил Билли! Взять его!» Вообще недостойна перевода. Или «Как вам такое?» Ты не мог бы поискать их? Ладно, я это сделаю, Том. Подожди меня здесь. Я это сделаю Том? Может это, конечно, замысел повествования, что главный герой обращается сам к себе, но объяснений я этому не нахожу. Следующий косячок встречается при прохождении миссии, где мы крадем сигары. 1С почему-то неправильно перевели фразу «Поли», а именно «На этих грузовиках такие надписи. Атлантический импорт». На самом деле на грузовиках написано не импорт, а экспорт, что имеет абсолютно противоположный смысл. И вот еще один забавный момент. В миссии «Визит к Толстосумам» после вскрытия сейфа Сальваторе говорит «Похоже, нам срочно надо смываться, Сальватор». На самом деле в английской локализации фраза звучит иначе. Piece of cake. Кусок торта. Эта фраза, кстати, встречается несколько раз за игром. На самом деле это устойчивое выражение, ну типа как у нас «как кот наплакал». Поэтому авторы заменили его на более подходящее по смыслу выражение для русскоязычной аудитории. Вообще в самом переводе довольно много косяков и неточностей. Именно поэтому Rockstar не переводит свои игры. Они хотят, чтобы атмосфера игры оставалась именно такой, какой ее задумывали авторы. Но по определенным причинам рассказать об этих косяках я не могу. Тут и недостаточные знания английского языка, да и работа эта очень долгая и кропотливая, и один я ее просто не потяну. Но зато расскажу вам еще одну интересную деталь, которая связана и с первой, и со второй игрой сразу. И к сожалению, это опять спойлер. Спойлер очень серьезный для тех, кто не прошел первую часть, поэтому таймкод на экране. Мотаем. Связан этот косяк с переводом самой последней фразы в игре. Мистер Анжело. Да. Мистер Сальери передает вам поклон. Тут фраза звучит очень атмосферно, но в Мафии 2 произошли определенные изменения. Мистер Анжело. Ээээ, да. Мистер Сальери передает вам привет. Вита вместо передает поклон, говорит передает привет, что на мой взгляд очень сильно портит сцену. Я понимаю, что вся эта тема слишком романтизирована, и реальные гангстеры, скорее всего, разговаривали не так красиво. Более того, атмосфера второй части немного другая, в которой более простецкая подача имеет место быть. Но согласитесь, первую часть мы и любим за это. Все эти мужики в пальто и шляпах, обрезы и Томпсоны, речь. Все это создает нужную атмосферу, и коль уж Мафия 2 делает отсылку на первую игру, то тут хотелось бы не терять эту самую атмосферу. Но вот как по мне, так переделанная фраза немного режет слух. Но не будем углубляться. Мафия 2 в плане локализации вообще феномен. Ее застрали так, что ни словами сказать, ни пером описать. В оригинальной озвучке слово «фак» встречается 397 раз. Вы, возможно, и подумать не могли, но Мафия 2 вошла в книгу рекордов Гиннеса как игра с самым большим количеством нецензурной брани. Напомните, сколько раз за все прохождение вы слышали матерные выражения в русскоязычном дубляже. Я тоже могу вспомнить только одно и то запиканное. При этом журналы с голыми девицами решили нецензурить. Какая-то очень странная политика. Кстати, слышали когда-нибудь о пиве Гиннес? Да-да, именно эта пивоваренная компания в 1955 году и заказала публикацию первой книги рекордов Гиннеса. Кто бы мог подумать, к чему это все в итоге приведет. Ну и в заключении, вот вам еще информация для размышлений. Многие говорят, что в трейлере ремейка «Мафии» Томас очень напыщенный. Что не соответствует его образу из оригинала. Но вот так выглядит Том в оригинальной озвучке. Томас очень напыщенный мафиози. Томас очень напыщенный мафиози. Я бы не сказал, что он тут прям скромняга. Тут уж непонятно, то ли русский дубляж немного смягчил главного героя, то ли оригинальная озвучка более дерзкая. Но говорить о конечном результате рано. Давайте подождем, как наши господа озвучат Томаса в ремейке. Но вернемся к нашей теме и теперь давайте поговорим о сюжете. По логике, эту часть видео я должен был вставить перед локализацией. Но на мой взгляд, это самая сладкая тема, поэтому я оставил ее напоследок. Более того, поиск фактов из сюжета стал самой сложной и при этом самой интересной задачей. Потому что, как я и сказал, нужно понимать разницу между отсылками и пасхалками и различными интересными фактами. Первые уже давно всеми найденные и всем известные. Но вот найти интересные для вас факты – это задачка непростая. Но я все-таки постарался это сделать. Да, информации тут не так много, но я надеюсь, что она вам понравится. В общем, я не буду затягивать, давайте приступим. Многие думают, что первую и вторую часть связывает только одна миссия – «Лестница в небо». И упоминание Лео Галанты города Лост Хевен из первой части. Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост Хевен. Но это далеко не так. Сейчас мы разберем несколько любопытных тем и фактов, которые переплетутся воедино. И начнем мы с Фрэнка Поттса. Да-да, я понимаю, что многие из вас знают, о чем пойдет речь, но досмотрите до конца. Фрэнки Поттс или Франческа Потенса. Это тот самый парень, которого мы закопали в лесочке в одной из миссий «Мафия 2». Закопали мы его потому, что он был крысой. Фрэнки Поттс был агентом ФБР, который внедрился в ряды мафии, а точнее в семью Фалькона, и наводил разные справочки о делах мафиозных. Пока его, собственно говоря, не раскусили и не отправили в могилу. Но на самом деле история этого персонажа довольно богата. Разработчики «Мафия 2» решили создать интерактивную онлайн-игру, которая от лица Фрэнка Поттса рассказывала о событиях, которые происходили во время ходки, вид то скалетто. Суть игры заключалась в том, что нам нужно было искать и изучать различные документы, в которых содержалась информация о преступном мире Empire Bay. Игра уже недоступна, но некоторая информация, естественно, осталась лежать на просторах интернета. Среди всего множества документов нас интересует вот этот. Это сводка и краткая биография одного из донов Empire Bay Фрэнка Винчи. Нас интересует вот эта строчка. «Криминальные партнеры». И что мы тут видим? О да, Дон Сальери. Дон Сальери являлся хорошим знакомым товарищу Фрэнку Винчи. Вообще, как вы понимаете, вся эта история с Поттсом очень интересная. Но все ютуберы, которые затрагивают эту тему, просто пересказывают содержимое одной и той же статьи с кратким пересказом. Ну, знаете, неделя первая. 1950 год. Директор ФБР Джон Эдгар Гувер до сих пор уверен, что организованной преступности не существует. Чтобы выяснить реальное положение дел, было решено задействовать агенту под прикрытие Фрэнка Поттса. Неделя вторая. И так далее. Неделя вторая. Идут праздники, но Фрэнк работает. Через посредника Фрэнк вливается в доверие с местными автоугонщиками в баре Фредди. Он обнаружил кровью окрашенный в бордовый бумажник, некогда принадлежавший убитому Сильвио. Клименте зол и знает о краже. Но на удивление, в пропаже вещей его подозрения пали не на Фальконе, а на Фрэнка Винчи. При этом они полностью игнорируют документы, в которых огромное количество интересной информации. Возможно, причина этому служит то, что большинство статей, в которых авторы прошли историю до конца, англоязычные и переводить их всем впадлу. Может быть, есть и другие причины, я не знаю. Но никто до сих пор не сделал нормальный разбор этой истории. Короче, походу пора отцу брать все в свои руки и делать нормальный обзор. В общем, пишите в комментариях, если эта тема вам интересна, я ей обязательно займусь. Ну и вот вам еще один забавный факт. Модель Фрэнка также использовалась и для создания модели заправщиков. Ладно, возвращаемся к нашей теме. И, как мы выяснили, из досье Сальери и Винчи хорошие друзья. Что еще есть интересного о Винчи? Его фамилия взята у известного итальянского художника Леонардо да Винчи, автора знаменитой картины Мона Лиза. И, как нам известно, Фрэнку Винчи принадлежит бар Мона Лиза. Маленький, но забавный факт. Но это, естественно, не все. Винчи очень редко встречается в Мафии 2. Там этого персонажа практически не раскрывают. Но! Слышали ли вы когда-нибудь о Мафия 2 Mobile? Да, это игра для мобильных телефонов на платформе Ява. Джава, Ява, Ява. Разработана студией Twistbox Entertainment и выпущена в сентябре 2010 года. Действия игры разворачиваются в 1938 году, а главным героем является Марко Русетто. Так вот, в этой игре главным антагонистом является как раз Фрэнк Винчи. Если что, это Фрэнк Винчи, просто зовут его Франко Винчи, а Фрэнк это его погоняло. И да, стоит сказать, что игра не является каноном, то есть не факт, что ее можно связать с сюжетной линией оригинальной мафии. Как бы то ни было, события в игре уж больно интересные, поэтому я про них расскажу. Так вот, как мы уже знаем, главным антагонистом в игре является Винчи, а главным героем Марко Русетто. Кто же такой этот Марко Русетто? Спасибо, Интенция. Не потеряйте биту, это моего племянника. Заметано. Зачем я показал вам этот фрагмент из игры, спросите вы. Сейчас расскажу. Но расскажу я только для тех, кто не боится спойлеров, или кто проходил первую часть. Да, друзья, к сожалению, здесь опять спойлер, я тайм-код укажу, как всегда, на экране. Поэтому поскорее уже проходите первую игру и возвращайтесь сюда. Давайте обратимся к одному очень любопытному документу. Это семейное древо организованной преступности, начиная с семьи Пеппоне и заканчивая Маркану. Смотрим вот сюда. Марко Русетто. Именно он является племянником Винченцо. Об этом говорится и в самой игре. Действия игры разворачиваются между первой и второй частью. А местодействие начинается в Лос-Хеллен и постепенно перетекает в Эмпайр-Бэй. Почему? Вы не поверите. Но нашей главной задачей является убийство Томаса Анджело. Однако с этим заданием мы не справимся. Но именно от Винчи мы узнаем, где находится Том. Вот такие пироги. Ну и давайте я вам быстренько расскажу еще несколько фактов о Сальери. Имя Сальери можно узнать только во второй части, на одном из загрузочных экранов. А создано оно путем сочетания имен двух итальянских композиторов. Антонио Сальери и Энио Морриконе. Кстати, помните, я говорил про древо? Я напоминаю, что это древо создавали сами Ангар-13. Обратите внимание, Сальери, Винченце и его племянник по состоянию на 1968 год еще живы и отбывают свой срок. Возможно, именно поэтому в ремейке Сальери и выглядит моложе, чтобы в 1968 ему за сотку не перевалило, а то как-то не очень. Ох, как бы было интересно, если бы эта тема получила продолжение в Мафия 4. Фух, я надеюсь, вам было интересно. Друзья, на самом деле, таких вот фактов и интересных моментов в серии Мафия очень много. Видео и так получилось довольно долгим, поэтому если вам интересно продолжение, то обязательно пишите об этом в комментариях и, возможно, будет вторая часть. И также пишите, если вам интересна тема Франческо Потенци. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал и ждите новых роликов, друзья. Всем пока.